Ну вот сразу. Это же плагиат. Причем здесь не экономят регионы различного масштаба. Буквально те же самые слова, то есть почти стопроцентное копирование. Любому человеку здравомыслящему видно, что это плагиат. На основе прогнозирования приспособления к достижению цели развития минерально-серевого комплекса. Ну вот словесный понос на самом деле. Ну вот мы видим пример такой профанации в этой диссертации. Ярчайший пример на самом деле. Полной профанации науки. На мой взгляд, я готов это обосновывать, доказывать. Надеюсь, я это сделал по крайней мере частично. Значит, диссертация Путина Владимира Владимировича. Значит, первое. Не содержит ни одного нового результата. Ни научного, ни народно-хозяйственного. Значит, второе. Не содержит результатов, полученных лично Владимира Владимировича. То есть полностью состоит из плагиата. Таким образом, да, и вот мы видим, что, то есть приписывают какие-то совершенно свойства этой диссертации, которых в ней нет. Ничего подобного написанного в Википедии вы в ней не найдете. То есть это просто читая фантазии, так сказать. Ну, а что касается других подсистем. Вот подсистема, скажем, управления стратегическим планированием. Ну, там тоже какие-то банальности написаны. Сказано, что управление не должно быть слишком формализованным, что оно включает в себя субъективный фактор, что как бы нельзя полагаться на какие-то машинные методы принятия решений. Что нельзя все перекладывать на компьютеры. Но в то же время хорошо бы, конечно, максимально автоматизировать процесс анализа данных, но при этом остается фактор субъективный, что это неизбежно. Ну, вот такие вот общие разговоры. Вот, собственно, и все. То есть ничего более конкретного там нет о подсистемах, скажем, управления. О том, как они устроены, как их надо создавать, какая у них должна быть внутренняя структура. Как они там взаимодействовать должны там с другими системами. Ничего этого вы не найдете на самом деле. Даже на уровне былых схем. Ничего. Потом подсистема принятия решений. Ну, тоже вот какие-то общие совершенно банальности. Ничего конкретного. Чуть больше по поводу подсистемы информационного обеспечения. Вот это как бы подробнее разобрано. На первый взгляд тут кажется, что здесь есть какая-то содержательность. Но на самом деле тоже. Давайте посмотрим. Вот покажите, пожалуйста, страницу номер 13. Вот информационная система. Вот как выглядит самый такой, пожалуй, детализованная, детализированная, ну, как это назвать, картинка. Потому что это как бы что-то вроде диаграммы, нужно понимать, по сути. Группировка, но тут, возможно, читатели нам не видно. Я так кратко прокомментирую, о чем здесь речь идет. Группировка по содержанию, информационные системы, обеспечение, планирование. Ну, то есть, как бы факторы, источники информации, ну, вернее сказать так, информационные данные, как бы сгруппировали по неким блокам укрупненным. Ну, вот экономический блок. То есть, какие-то данные, которые используются для планирования, должны войти в блок экономический, какие-то в блок социальный, какие-то в блок экологический, ну, и так дальше. Вот там упоминается минерально-сырьевой блок. Ну, какие-то данные должны войти туда. То есть, опять же, речь идет, по сути, только о том, что надо создавать систему информационного обеспечения, надо ее развивать, чтобы она предоставляла данные, вот разные, необходимые для принятия решения. И практически все. Вот общие разговоры о том, что хорошо бы иметь такую систему, чтобы она учитывала вот такие сведения, вот такого рода, вот так сгруппированные по темам, по разделам. Ну, да, допустим, но нет ничего о том, как она устроена, да вообще ничего, ничего конкретного. Ничего более конкретного вы не найдете в этой ситуации, просто нет. Причем заявляется, что все это можно было бы реализовать как с помощью компьютера, значит, как автоматизированное рабочее место, там, руководителя. Ну, хорошо, ну, так, может быть, стоило бы что-нибудь сделать реальное, что-то показать, а этого нет. То есть, на самом деле ничего. Ну, там еще парочка вот схем вот такого же рода, как бы, наборы банальностей каких-то. То есть, общие разговоры о том, ну, что бы надо было бы учитывать для такой информационной системы. И ничего о том, как она должна быть устроена, как она функционирует. Ничего этого нет, на самом деле. И причем, да, но вот причем фраза интересная, вот там же, в тексте. Предлагаемая система информационного обеспечения может быть реализована на ЭВМ и предназначена для работы в локальных сетях. Ну, прекрасно. Какая система? Здесь нет системы никакой. То есть, фраза звучит, вот, это весьма характерно для фальшивых научных диссертаций, когда, ну, сначала просто общие разговоры о чем-то подводят, что вот, да, надо бы создать такую-то систему, было бы неплохо, что она была такой-то. А потом предлагаемая система, она уже предложена. То есть, как будто она уже существует. И в дальнейшем, вот, там, где идет речь о результатах диссертации, защищаемых, там автор прямо заявляет, что вот предложена система, вот такая-то, значит, информационного обеспечения. То есть, на самом деле ее нет. Никакой системы не было создано и разработано, и даже спланировано. Покажите, пожалуйста, страницу 14. На странице 14, это, опять же, вот, фрагмент, ну, один из немногих таких наукообразных фрагментов, вот, из главы 2, где вроде бы что-то речь идет о минеральной сырьевой базе. Это я показываю фрагменты, где как-то упоминается минеральная сырьевая база. Я хочу показать, что, на самом деле, как бы эта тема совершенно не раскрыта никаким образом. Ну, а формально термины упоминаются, связанные с минеральной сырьевой базой. Вот где еще, смотрим. Вот фрагмент, я цитирую, значит, написано. Представленная система информационного обеспечения, стратегического планирования может быть ориентирована на экономику регионов различного масштаба. Ну, вот сразу, это же плагиат. Причем здесь экономика регионов различного масштаба? Диссертация у нас о чем? Минеральная сырьевая база Ленинградской области. Зачем писать о регионах различного масштаба? Да, понятно, это же какой-то правительственный документ, откуда... Там, да, они там о регионах вообще рассуждают, так сказать. Вот вставили туда, да, и все. Совершенно очевидно. То есть, на мой взгляд, это чистый плагиат. Откуда-то вставлено, и все. Без указания, естественно, откуда это. Дальше. При ориентации ее, вот фраза интересная. При ориентации ее, ну, системы информационного обеспечения, при ориентации ее на минеральный сырьевой комплекс региона происходит распознавание проблемных ситуаций, формирование исходной информации для разработки и принятия статистических решений. Подождите. системы нет при ориентации на минеральный комплекс происходит распознавание проблемных ситуаций то есть вот как это то есть если мы создаем базу которая ориентирована на сырьевой комплекс информационную базу то она должна распознавать систему проблемных ситуаций ну наверное это как бы это пожелание что должно было бы быть так то есть что происходит нет ничего на самом деле нет ни не системы и ничего не происходит пишется настоящий а то что должно бы было появиться в будущем кстати очень характерная особенность от обратить внимание манеры выражаться владимира владимировича все 20 лет он постоянно рассказывает о том что должно быть как и существующим то есть рассказывает о будущих достижениях а в процессе рассказывает так что станция впечатления что это уже достигнуто вот мы наблюдаем пример вот то есть он в этой своеобразной манере таскать научился еще тогда когда писал свою поразе диссертацию но точнее конечно защищал ситуацию очередной другими дальше что система позволяет опять вот эта система позволяет нет системы она должна позволить но пишет позволяет построить логически связанную цепь сеть проблемных ситуаций минерально-сырьевого комплекса дискретной ситуационной сети ну и которая распределяет проблемы между уровня планирования так далее вот слово дискретно ситуационная сеть что это дискет ситуационная сеть вот один из редких таких научных умных терминов которые как бы придают этому всему видимость научности этой всей болтовни да давайте посмотрим что это такое дискретная сеть сейчас мы посмотрим я пока мы находимся на этом слайде я хочу еще один фрагмент прокомментировать ну вот фрагмент тоже очень характерный поэтому общее количество вариантов систем обеспечения экономики природной сырьевыми ресурсами и процесса воспроизводства минеральной сырьевой базы составляет такое множество что требует применения такой методологии которая позволяет сократить количество этих вариантов до уровня позволяющего проводить экономические анализы расчеты ну это бред вот если вдуматься в эту фразу то есть так много вариантов утверждается экономического развития воспроизводства базы что нужна методология которая позволяет их сократить как они есть если их много если это реальные варианты то надо все изучать если вам претендует на статистическое планирование если же какие-то из них неосуществимые ну значит не надо их рассматривать если какие-то варианты заведомо таскать невозможные там маловероятные то зачем их рассматривать ну так поэтому нужно было сказать что надо оценивать только реалистичные варианты надо рассматривать заведомо таскать невозможные варианты но если это все сказать четко ясно то что остается тогда то есть останется опять банальность которая она же надо же чем-то заполнять диссертацию ну вот написали вот это вот вот эту ахинею таскать и покажите пожалуйста 15 страницу вот я просто покажу ну что такое дискретная сеть дискретно институционная сеть была упомянута это буквально вот что это это ну некий способ описания ситуации взаимодействия между разными структурами вот пример тут на жкх да там кто с чем взаимодействует что куда перераспределяется откуда куда поступает некий там сигналы там управляющие воздействия ресурсы может быть финансами то есть это один из вариантов как-то отображать некую схему взаимодействия каких-то сложных структур вот ничего особенного в этом нет как мы видим так сказать почему именно дискретно ситуационная сеть вот наверное скорее всего потому что об этом упомянули вот кинг и келла клин в своей книге может быть а может быть автор этой диссертации решит так сказать показать себя человеком осведомленным упомянул нечто умное но дело в том что вы не найдете вот такой картинки вот ситуации нету это я нашел в интернете ставил что просто показать а что это такое что за такая ситуационная сеть дискретно на самом деле ситуации и нет но почему бы было мне не показать вот не нарисовать ну так это надо сидеть надо думать надо продумать там что-то время тратить как бы все так что ничего такого там нет покажите пожалуйста 16 страницу на 16 странице что мы видим но практически я уже заканчиваю обзор главы 2 вот стратегии да также там речь идет о статегическом планировании да это еще один фрагмент который вот как-то связан с минерально-соревым комплексом по крайней мере там упоминается он то что я еще раз хочу подчеркнуть что вот моя мысль я хотел показать что в главе 2 а воспроизводства минерально-соревого комплекса ничего нет по существу я показываю что есть вот 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 что есть вот есть перечень стратегий некие стратегии якобы предлагаются давайте посмотрим что это за стратегии да все это так красиво оформлено виде какой-то странной картинки что это за стратегии стратегия поисков и освоения новых источников и видов минерального сырья великолепно но в чем тут как бы идея надо искать новые источники дальше стратегия максимального использования действующего сырьевого потенциала понятно надо использовать максимально то что можно кажется взять дальше стратегия перевооружения и модернизации минерально-сырьевого комплекса то есть это это стратегия что что надо его модернизировать ну ну назовите это стратегией дальше стратегия максимального использования отходов производства и рациональной переработки техногенного сырья но техногенные среди это отходы но мазут вот техногенные сырье делают бензин остается мазут ну надо рационально использовать конечно это уменьшает нагрузку на таскать источники на природные ресурсы ну да стратегия ну как бы это всегда имеется ввиду вообще-то в процессе как бы экономической деятельности государства все это безусловно учитывается или там региона конкретного или отдельно взятого предприятия кто же об этом не думает о том что надо там рачительно использовать надо модернизировать надо развивать надо новые источники искать ну само собой дальше 5 что там стратегия реструктуризации геолого-разведочного и горнодобывающего производства вот это вот реструктуризация ну допустим может быть это тоже надо делать но кстати вот вопрос а какая реструктуризация а почему как раз чтобы пояснить потому что это реструктуризация в каком смысле например ну скажем сократить добычу может быть бокситов увеличить добычу там фосфатов или что или как реструктуризация полностью поменять там какие-то технические средства наверное или но это серьезный вопрос вообще-то бесполезно искать диссертации пояснений эту тему все стратегия заявлено ничего криками они не сказано на цели ничего и нет объяснения почему собственно должна иметь место быть в данной ситуации никаких обоснований ну и последняя стратегия повышения конкурентоспособности продукции и выхода на мировой рынок эта стратегия повышение конкурентоспособности продукции это как бы ну это можно заявлять как цель то есть конечно там правительство страны или правительство региона вот все вот это может перечислять своих нормативных документах да наверняка где-то и перечисляли откуда все это перекочевала диссертацию то есть все вот эти пожелания но выдавать это за за концепцию за за методику стратегического планирования да за результат диссертации за научный результат ну просто но по меньшей мере это это наглость просто по меньшей мере это наглость ну а все остальное что здесь есть но это все на ту же тему там задачи методы методы методики средства но все привязано к стратегиям я не хочу даже вдаваться то есть опять же банальность что раз есть такие стратегии то перечисляются какие должны решаться задачи для их осуществления какие должны быть методы в самых общих словах тоже по набор банальности вот собственно и все вот ничего другого в главе 2 нет так что на самом деле это глава я напомню она ученые американские данченко и глади постоянно забываю фамилию тяжелая какая-то глади они установили факт плагиата из книги кинга и криванда который называется стратегическое планирование и хозяйственная политика вот и сейчас мы увидим что конкретный пример я продемонстрирую такого плагиата но даже если бы этого не было здесь нет ничего здесь нет ничего о воспроизводстве минеральной сырьевой базы ну как как я воспроизводить то все-таки ну какие-то должны быть рекомендации по ну не знаю такой-то карьер там закрыть его совсем там чтобы не истощать его я не знаю перераспределить там нагрузки добычи с такого-то карьера на такой-то карьер может быть какие-то какие-то там провести геолога разведку там там-то там-то месторождений таких-то, поскольку там-то уже истекает. Вот что-то такое стратегия, да, как бы воспроизводство базы. Ничего этого нет, абсолютно ничего. Вот такая общая говорильня о том, что стратегия есть выбора стратегических целей. Как я уже как-то ранее анонсировал, вот мы видим, что так оно и есть. Поэтому на самом деле можно было и не плагиатить. Все вот это можно было понаписать совершенно спокойно, из головы, так сказать. Ну, видимо, было проще откуда-то списать, и все. Вместо того, чтобы тратить время на придумывание такого рода вот банальности. Ну, таким образом, содержимое диссертации не соответствует заявленной теме и названию полностью. Ну, а вот как раз я только что заикнулся. Так, по поводу плагиата. Вот покажите, пожалуйста, 17-ю страницу. Где мы видим плагиат? Как я сказал, я не проверял полностью. У меня нет этой книги, просто книги Кинга Клинга у меня нет. А покупать ее там я даже не хочу, ради того, чтобы там посмотреть. Я вполне доверяю этим выводам, которые были сделаны другими. Тем более я вижу, что вот результат, который полностью им соответствует. Вот, пожалуйста, посмотрите. два фрагмента. Значит, фрагмент из книги Кинга Клинга, вот, выделен красным цветом. Я думаю, не стоит зачитывать. Значит, вот эта книга красным цветом фрагмент и диссертация. Это на странице 175 в разделе «Основные результаты работы», где перечисляются. Вот, написано буквально что. Посмотрите, пожалуйста. Выделено красным цветом. О том же самом идет речь, на самом деле. То есть, буквально те же самые слова. То есть, почти стопроцентное копирование. Ну, единственное, там, у Клинга с Кингом, чуть в конце там, добавлено хвостик какой-то. Здесь подсократили. Но любому человеку, здравомыслищему, видно, что это плагиат чистый. Что нового на самом деле ничего нет. Если вообще можно вот эти общие разговоры считать новым результатом. Я обращаю внимание, здесь нет научного результата. На самом деле. Это совершенно очевидно. Это самое общее рассуждение, совершенно очевидное и понятное каждому. До банальности сущности. Если это перевести на обычный человеческий язык, тут ничего не останется. Кроме того, что понятно каждому человеку. Но, даже если присчитать их научными, это плагиат. Так что, да, действительно. И вот вся глава 2, она была практически вот так скопирована, кроме пункта 2.5, где инвестиционный проект, некий, который тоже, как мы выяснили, тоже был полностью с заимствован чей-то чужой недоделанный труд. Погодите, пожалуйста, 18-ю страницу. Ну и мы переходим к итогу, то есть фактически к тому, что, собственно, сказано по поводу полученных результатов. То есть, к тому, как диссертация, что заявлено в виде основных результатов, что было представлено на защиту. Вот мы сейчас уже, имея представление о том, какова в целом эта диссертация, сможем оценить обоснованность и критически оценить те утверждения, которые были заявлены как основные результаты, как защищаемое положение и так далее. Вот основная идея диссертации. Я цитирую. Целью исследования является дальнейшее развитие теории и методов стратегического планирования воспроизводства минеральной сырьевой базы. Ну и дальше там понятно разработка методов, принимаемых решений, структур, разработка методов, процедуры, оценки будущих последствий и так далее. Причем разработка структур, способствующих реализации планирования минеральной сырьевого комплекса региона. Ну, нет, ничего этого. Никаких структур не создано, никаких методов не разработано на самом деле, как мы видели. Ну, пойдемте дальше. Основная идея диссертации утверждается, что, вот основная идея, вместо пассивного следования изменением условий внешней экономической среды предлагается механизм активного формирования этих условий. воздействия на них и тем самым на будущее развитие минерально-сырьевого комплекса региона. Ну, и так дальше. Вот. Ну, опять вот, это стратегическое планирование рассматривается, как сознательное планирование на основе прогнозирования стратегических целей и их приспособления к развитию комплекса региона. Ну, а в чем идея? Вот давайте посмотрим. Это основная идея, что, ну, тот самый мантра повторяется, что вместо пассивного следования нужно влиять на внешние факторы. Ну, да, нужно. Ну, а кто спорит с этим, как бы, это же понятно. То есть, нельзя пытаться влиять. Надо, конечно. Ну, конкурировать хотя бы элементарно. Есть конкуренты, значит, попытка выиграть конкуренцию это уже влияние на внешние факторы. И так дальше. То есть, естественно, само собой. Не реагируя на внешние факторы, невозможно ничего изменить. Потом, вот что там. Планирование рассматривается как сознательное планирование. Ну, безусловно. Было бы странно, если бы оно было бессознательным, да? На основе прогнозирования приспособления к достижению цели развития минерально-селевого комплекса. Ну, вот словесный понос на самом деле. Ну, рассматривается, да, как приспособление к достижению целей. Все. Просто повторяется еще раз, как бы, собственно, то, о чем идет речь в диссертации, как бы, повторяется это и объявляется основной идеей. Ну, ладно, допустим. Покажите, пожалуйста, девятнадцатую страницу. Вот научная новизна. Утверждается. Научная новизна работы заключается в развитии теории и методологии и так далее, стратегического планирования, воспроизводства материально-сырьевой базы в условиях количественной неопределенности и так далее, и так далее. Ну, вот, давайте посмотрим. Развитие теории и методологии. Ну, теория... На самом деле, по поводу теории развития минеральной сырьевой базы ничего не сказано, как я уже, надеюсь, продемонстрировал. Но я скажу больше того. Дальше, ниже, мы это увидим сейчас. Автор диссертации прямо говорит, что минеральная сырьевая база на самом деле не исследовалась. Что исследовались общие проблемы стратегического планирования. Мы до этого дойдем в место. То есть, здесь просто, как бы, механизмы воспроизводства минеральной сырьевой базы в работе не изучались, и автор сам об этом написал. Я покажу ниже, где он об этом написал. Поэтому ничего этого нет, на самом деле. А то, что он там общее рассуждение о стратегическом планировании, ну, если признать вот эти вот банальности, которые, в примере, я приводил, новыми результатами, но даже в этом случае они принадлежат другим авторам, как мы знаем, как было установлено. Так что, научной новизны нет. Ну, дальше что? Выднуто положение, что механизм планирования, опять же, минеральной сырьевого комплекса, надо же об этом говорить, конечно, должен включать формирование стратегии, прогнозирование, реализация целей и задач, рычаги и стимулы реализации стратегии, агенционную структуру управления. Ну, и что? В чем? Ну, да. Но все это, само собой, разумеется. Можно еще было бы что-нибудь перечислить, вот так вот подумать, можно было бы еще написать кучу всяких, а что нужно учитывать, что важно, что при этом нужно принимать во внимание. То есть, набор банальности. Здесь нет вообще никакой новой информации, абсолютно. Дальше. Покажите, пожалуйста, страницу 20. Достоверность. Вот. Достоверность и обоснованность научных положений подтверждается чем? Корректным использованием материалов, статистической отчетности, ведомственных атоматических материалов, материалов в научно-исследовательских институтах и так далее. Ну, корректное использование чьих-то материалов не может быть, не подтверждает достоверность, потому что, а кто, где, откуда следует, что оно было корректно использовано, если ни один из результатов не был опубликован ни в одном интенсируемом издании? Откуда мы знаем, что они корректны? Автор просто сам оценивает себя, что он корректно использовал. Но потом, как бы, научные результаты возникают не из корректного использования. Это, если это на экономическая работа, это должны быть какие-то, скажем, расчеты теоретические, которые доказывают, что это так, либо какое-то внедрение практическое, которое демонстрирует, что это работает, что это действительно обоснованное и так далее. То есть, либо какой-то открытый опыт критерий истины в экономике то же самое, либо теоретические выходки, а просто набрать материалов и корректно их использовать, то есть, не делать заведомых, так сказать, глупостей с ними, рыбу не заворачивать, допустим. Ну, это не есть, как бы, средство того, что работа, что результаты, которые при этом были получены, являются достоверными. Ну, дальше. Применение современных методов экономического анализа и так далее, и так далее. Ну, вот я даже не буду читать, но нет никаких методов экономического анализа в этой диссертации. Их просто нет. Все, что относится к экономическому анализу, это пункт 3.7, где методика оценки инвестиционных проектов, скопированная из, там, некого нормативного документа, либо правительства, скорее всего, правительства Инградской области. Я уже забыл, я ссылку давал. Да, правительство Инградской области, по-видимому, некая методика оценки инвестиционных проектов, и она не применялась. Она не применялась, то есть, она даже если считать, что она в этой диссертации присутствует, то конкретных расчетов не было, поэтому, как бы, это ложь. Не было применения методов анализа. Ну, дальше опять, там, общая бла-бла-бла, и даже обсуждать не хочу. Покажите, пожалуйста, страницу 21. Вот мы переходим в основные результаты и результаты, которые вы выносились на защиту. Вот самое интересное, то есть, как бы, итог всем. Что ж там, какие основные результаты? Первый основной результат. Доказано, что стратегическое планирование это нечто большее, чем количественная экстраполяция текущих показателей. Ну, во-первых, это не доказано. Что значит доказано? Опять же, доказано это нужно либо какую-то привести там статистику, там, проанализировать какие-то данные, да, там, показать на конкретных примерах, либо какие-то, опять же, опытные данные из реальной практики, либо какие-то расчеты провести. Ничего этого не было сделано. Так что слово доказано, это где-то просто в каком-то месте об этом сказано, также точно декларируется, теперь это превратилось в доказательство. Ну, допустим, а, собственно, а в чем? А что тут доказывать? Стратегическое планирование нечто большее, чем экстраполяция. Я поясню для читателей, которым слово экстраполяция, может быть, не совсем понятно. Это что? Это прогноз на будущее, исходя из текущих данных экономических. Вот у нас в прошлом году был доход, скажем, миллион долларов, в этом году полтора миллиона, разница 500 тысяч, значит, мы надеемся, что в следующем году у нас будет доход 2 миллиона, еще прибавится столько же 500 тысяч. Вот это ли простейшая линейная экстраполяция, как правило, она применяется, когда нет других данных, нет других способов экстраполировать, как-то обоснованно делают, просто простейший линейный тренд. Но и вот это и экстраполяция. Ну, а собственно, и что? Ну, да, конечно, если мы стратегически планируем, дело не только в том, чтобы экстраполировать текущие показатели. Надо как-то дальше, как-то стратегию придумать какую-то. Ну, само собой, разумеется, то есть, это фраза ни о чем, на самом деле. Дальше, что оно? Что оно непонятно? Ну, оно определило выбор сценария будущего развития. А, планирование. Ну, определило. Да, сценарий будущего развития должны быть. Главные цели стратегические альтернативы, ну, разумеется, это просто перечисляется, что в принципе должно учитываться при стратегическом планировании. И цели, и возможные альтернативы. Ну, конечно, пойдем туда или пойдем туда. Если там цена на нефть пойдет, будем там больше продавать, продавать дешевле, если она повысится, будем продавать дороже. Вот альтернативы. Ну, понятно. Что там еще? Ну, и опять фраза. Система стратегического планирования представляет интегрируемую совокупность системы элементов управления, в которой эта фраза из книги Клиланда Кинга, прямо оттуда я выше показывал, вот, то есть, это чисто плагиат. Стабельно оттуда. Ну, опять же, банальность в сущности. Ну, потому что уже и так, пункт один нет ничего. Пункт два. Показано, что для разработки системы стратегического планирования необходимо создание механизма планирования, с помощью которого распределяются возможности вовлечения в этот процесс соответствующих организационных структур. Ну, механизм планирования создавать надо. Что значит, показано? Это сказано. Это где-то там декларируется, опять же, в тексте, что нужен механизм планирования. Ну, безусловно. Как без этого? Хочешь планировать? Создай механизм для планирования. Но дальше фраза очень смешная. круп僐я experience с помощью которого распределяются возможности ввлечения в процесс планирования соответствующих структур. Распределяются возможности вовлечения. Вот давайте вдумаемся, что это такое. Вот я могу вовлечь в процесс планирования Иванова и Петрова, могу вовлечь. Возможности вовлечения вовлекаю Иванова, вовлекаю Петрова, вовлекаю обоих сразу. Вот они, структуры. Теперь это мои возможности вовлечения. А как распределить возможности вовлечения? Я должен распределить эти возможности вовлечения. Среди кого? У меня три возможности вовлечь Иванова и Петрова в процесс планирования. А я должен распределить эти три возможности между кем ехать? Между собой, что ли? Или Иванову, Петрову и Сидорову раздать эти возможности? Ну, бред, вот если вдуматься, это просто чушь, это абсолютно логический нонсенс, это бессмысленная фраза, но она выдает стиль этой работы, то есть вот эта вот наукообразная писанина, когда пишется, лишь бы что-то написать такое умнозвучающее, ну, порой автор просто забалтывается и пишет просто колесицу. Возможно, плохой перевод из оригинала, вот из книги Кинга Килланда, может быть просто плохой перевод, но во всяком случае абсолютно бессмыслица, результата нет, второй результат, его нет. Покажите, пожалуйста, страницу 22, третий результат, процесс стратегического планирования, третий основной результат, я обращаю внимание, результат ситуации, процесс стратегического планирования сопровождается соответствующих банков данных, ну, это результат, понимаете. То есть надо иметь некие базы данных информационные, чтобы планировать, то есть, понимаете, вы не можете планировать, скажем, экономику, скажем, вообще что бы то ни было, в экономике не имея данных, да, там, статистики, там, каких-то, ну, перечень там субподрядчиков, я не знаю, да много чего, масса разной экономической информации, она как-то должна храниться, ну, банки данных, ну, назовите это банками данных, компьютерную эру, это так называется. А это тоже ни о чем, то есть, ну, да, нужна информация для планирования, хранится ли она в банках данных или там в бумажном виде, это уже как бы дело десятое, то есть здесь нет ничего нового, здесь нет результата. Четвертый пункт, что пишем, написано. Для процесса планирования существенное значение имеет оценка тенденции развития внешних факторов сильных и слабых сторон процесса воспроизводства минеральной сырьевой базы. Это открытие, это результат основной, вы понимаете, что для процесса планирования имеет значение оценка тенденций развития внешних факторов. Ну, имеет, конечно, а как же, как это может не иметь значения, если сырье продается за границу, внешние факторы и тенденции влияют на, как говорится, на эту деятельность. Можно больше продать, можно меньше, и понятно, ну, то есть, опять очередная банальность. Дальше, надо учитывать сильные и слабые стороны процесса воспроизводства минеральной сырьевой базы. Вот воткнули вот что-то, воткнули пряминеральную сырьевую базу, да. Сильные и слабые стороны, это какие, интересно знать. Это вообще бред какой-то. Процесс воспроизводства не может иметь сильные и слабые стороны. Сильные и слабые стороны могут возникать у тех, кто этим процессом занимается, какие-то меры могут иметь сильные и слабые стороны. А сам процесс, это есть воспроизводство, либо он есть, либо нет. У него и сторон-то быть таких не может. Ну то есть бессмыслица набор слов на самом деле, в лучшем случае банальность. Пятый пункт, последний основной результат. Что там сказано? Стратегия воспроизводства минеральной сырьевой базы опять же предусматривает установление рационального отношения между возобновляемыми и невозобновляемыми ресурсами, вторичными и техногенными, рациональную структуру ресурсоэксплуатирующих отраслей, что приводит к изменению приоритетов. Секунду. Вот опять, ну, стратегия предусматривает, это новый результат, рациональное соотношение между возобновляемыми и невозобновляемыми. То есть если есть возможность использовать возобновляемые источники, ну скажем, энергию ветра, то лучше бы не жечь угли нефти. Вот это и есть рациональное соотношение. Если вы можете построить гидроэлектростанцию, то лучше построить ее, чем такую же при прочих равных, да, при всех там остальных равных, чем, скажем, тепловую станцию, потому что вы будете получать домовую энергию воды. Ну, само собой, это же банальность, это понятно, здесь нет нового результата. И вот фраза интересная, вот обращу внимание, оконцовка вот этого результата, якобы пятого нового. Что приводит к изменению приоритетов, смещению инвестиций из добывающего сектора в перерабатывающий сектор сферы материального производства. Вот интересная фраза, между прочим. То есть, что вот если рационально, значит, учитывать там все эти соотношения между источниками, там, техногенными, возобновляемыми и прочими, то это приведет к изменению, к смещению инвестиций из добывающего сектора в перерабатывающий. Может, это и так, но почему опять это нигде не объясняется? Как это связано, каким образом? Об этом нет ничего в диссертации. Ну, мысль сама по себе, ну, это некое благое пожелание, да, что, да, хорошо бы, что было так, и, возможно, это получится. Потому что автор не обосновал, почему это произойдет. Но он заявляет, что это будет так, и будем считать, что это некое пожелание. То есть, нового тут ничего нет, результата нет научного. Но давайте сопоставим это с реальностью. В своей диссертации Владимир Владимирович заявлял, как благую цель смещения приоритетов в перерабатывающие отрасли. А что мы видим на самом деле? Российская промышленность целиком ориентирована на экспорт сырья. Целиком и полностью. Все годы путинизма неуклонно снижалась доля перерабатывающей промышленности в общем ВВП. Она снижалась. Катастрофически. На сегодня, как известно, практически высокотехнологичная промышленность в России отсутствует вообще. Практически. И основа экономики составляет экспорт сырья. Причем сырья, необработанного сырья. То есть, лес, нефть, газ, буквально металл. Прокат, так сказать. Вот прокат и все. И сразу его отправляют на экспорт. Вот и все. То есть, вся политика экономическая путинизма, она категорически противоречит этому пожеланию сместить инвестиции из добывающего сектора в перерабатывающий. Это к вопросу о том, что некоторые утверждают, опять же, защитники диссертации, что Яков Владимир Владимирович следует своей политике этим научным положениям. То есть, это не просто так эта диссертация была. Она имела какие-то последствия для развития страны. Но мы видим эти последствия. К сожалению, совсем другие. Совсем не те, о которых он вскользь упоминает вот здесь. Но это, кстати, по-моему, единственное место в диссертации, где что-то по этому поводу сказано. Ну и вот уже практически мы почти закончили. Осталось обсудить кратенько еще защищаемые положения. Покажите, пожалуйста, страницу 23. Страницу 23. Защищаемые положения. Значит, это что? При любой защите есть как бы основные результаты диссертации. А есть защищаемые положения. Это как бы тоже основные результаты, но как бы самые основные. Это вот то, что выносится на защиту. То есть, то, что формально диссертационный совет должен принять как вот именно научные результаты, которые заслуживают присуждения ученой степени. То есть, то, на что как бы сконцентрировано внимание членов ученого совета. То есть, скажем так, если защищаемые положения правильные и обоснованные, то как бы человек заслуживает присуждения степени. Как бы все остальное уже как бы не так важно. Ну, давайте посмотрим. А что это за положения защищаемые? Вот первое. Итак, и всего три. Три защищаемых положения. Давайте посмотрим, что это. Первое. Основополагающие принципы формирования системы стратегического планирования заключаются в том, что стратегическое планирование применимо к решению любой проблемы, связанной с глобальными целями, ориентировано на будущее, затрагивает неконтролируемые факторы внешней среды, не связано с временными ограничениями и ориентировано на экономические преобразования, приводящие к качественным новым параметрам экономического роста. Ну, вот что здесь? Значит, стратегическое планирование применимо к решению любой проблемы, связанной с глобальными целями. Ну, понятно, стратегия – это что-то глобальное. То есть, цели общего характера. Ну, любым, не любым – это другой вопрос. Ну, имеется в виду к любым, которые подпадают в поле действия планирования. Ну, так эта тавтология, ну, понятно, что к таким целям оно и применяется, к глобальным целям. Ориентировано на будущее, ну, разумеется, а куда еще планировать-то? Затрагивает неконтролируемые факторы внешней среды. Это защищаемое положение. Кто этого не знал до Путина, что неконтролируемые факторы – это те факторы, на которые мы влиять не можем. Ну, мировые цены на нефть, допустим, я не знаю, что-то. Ну, да, как бы надо, конечно, учитывать их. А как без этого? Как можно прогнозировать экономические какие-то развития, не учитывая внешние факторы? Это же нелепость. Дальше. Влияющие, ну, понятно. Не связаны с временными ограничениями. Вот это вот такая как бы фишка этой работы, тоже без конца вот это звучит. Не связаны с временными ограничениями. То есть, преподносится как нечто особенно выделяющее, отделяющее стратегическое планирование от перспективного планирования. Вот в диссертации утверждается, что это разные вещи. Перспективное планирование, не стратегическое. И вот разница утверждается в том, что перспективное планирование на определенный срок временной, а стратегическое, оно вот как сказано, не связано с временными, с временем, с фактором времени. Ну, в какой-то мере, да, стратегия – это нечто на будущее, на что-то такое прекрасное в будущем. И как бы время не устанавливается, да, время стратегии. Но все равно же оно есть. Просто временной горизонт удаляется куда-то дальше, и все. То есть сказать, что они связаны с временными факторами, стратегическое планирование – это тоже неправильно. Просто планируют, скажем, там не на 5 лет, а лет на 25, может быть, да, то есть на 50 лет. Ну, на какой-то обозримый временной период все равно осуществляется планирование в рамках этого периода времени. Потому что ясно, что через миллион лет все будет иначе. И даже через 100 лет все будет иначе. И совершенно очевидно, что временной фактор присутствует, но просто как бы он как бы жестко не задан, да, как бы изначально. Ну, хорошо, в этом разница между стратегическим и перспективным планированием. Я согласен. В чем новизна, в чем результат-то, как бы, что автор вот на это обратил внимание. Ну, что ж. Можно еще много на что внимания обратить вот при таком подходе. Можно найти еще какое-нибудь отличие между перспективным и стратегическим планированием. И заявить, что это тоже новый научный результат. Ну, это же абсурд. Это же профанация науки на самом деле. Дальше, что сказано. Ориентировано на экономические преобразования, которые ведут к новым параметрам роста. Ну, а на что еще оно ориентировано? На экономические, разумеется. Если речь идет, так сказать, о минеральном целевом комплексе. А новые параметры нужны? Ну, да, естественно. Потому что если параметры не новые экономического роста, если они старые, то незачем им ничего планировать. Если и так все хорошо, если у вас все прекрасно развивается, вас устраивает экономический рост, то нет нужды заниматься стратегией. Ну, работает. Надо поддерживать текущий уровень, как говорится, производства. И радоваться, что все прекрасно. Поэтому, ну, еще один набор банальностей. Вот это преподносится как защищаемое положение. Благодарите внимания. То есть, научный результат, за который будет получена ученая степень. Одно из трех. Второе положение. Покажите, пожалуйста, страницу 24. Второе положение защищаемое. Стратегия воспроизводства минеральной сырьевой базы региона должна рассматривать совокупность взаимосвязанных процессов, образующих геоэкономический цикл. Ну, и тут обсуждается, что стратегия производства должна рассматривать все в совокупности. Цикл добычи, поиска природных ископаемых, разработки, переработки, доведения до потребителя. То есть, общие слова. Что в стратегии мы должны учитывать все стороны. От добычи до переработки, до продажи. Ну, да, ну, разумеется. Ну, а как еще? Мы же не можем, например, планировать добычу полезных ископаемых, не планируя их реализацию. Добыча же не ради добычи. Надо же потом что-то с ним сделать. Или не планируя их переработку. Ну, нельзя. Нельзя добыть руду, не имея плана куда-то ее использовать в производстве или куда-то ее продать. Ведь это же очевидно совершенно. То есть, опять набор банальностей. Поэтому результатов здесь никакого нет. Вот термин новый. Геоэкономический цикл. Вот термин такого нет на самом деле. Я так поинтересовался. В интернете термин такой не определяется. По крайней мере, я не нашел. Очевидно, этот термин не существует. Потому что экономически назвали гео, что привязано к минеральным целевым ресурсам. Где-то из земли все начинается. Ну и что от этого термина? Этот термин сам по себе не является научным результатом. Да назови хоть горшком, как говорится, но в печку не ставь. Здесь вот в печку не поставили на самом деле. Просто придумали слово. И причем, судя по всему, это слово даже и даже и не прижилось. То есть, как бы, что лично разговаривает о том, что это совершенно бесследжательная болтовня. И, наконец, третий результат, вынесенный на защиту. Что у нас там? Транспортно-технологический портовый комплекс рассматривается как? Ну и дальше. Единый хозяйственно-производственный комплекс, совокупность предприятий, портовые отрасли и предприятий, других отраслей, горнодобывающих, перерабатывающих отраслей и промышленности. С единой технологической цепочкой предприятий, изготовитель продукции, порт, судно, потребитель. Ну, короче, сказано о том, что, вот новый результат, заметьте, что торгово-технологический портовый комплекс, это единый комплекс, включающий в себя предприятие, для продукции, порт, судно, потребитель. Ну, рассматривается так. Ну, ты так рассматриваешь, ну, рассматривай. Почему это является новым результатом? Почему способ рассмотрения вот чего-то становится, преподносится как новый научный результат? Вот он так автор рассматривает. Ну, и на здоровье. А в чем результат-то заключается? Что можно так рассматривать, вот в целом, то есть рассматривать порт не сам по себе, а в привязке к предприятиям, которые туда гружают сырье, и тем, которые добывают, и к потребителям, которые там покупают. Ну, наверное, если планировать экономику региона, надо все это учитывать вместе. Ну, как бы, и что? Если в этом есть необходимость, надо учитывать. В чем результат? Ну, а потом, что я хочу сказать по поводу этих комплексов торгово-портовых комплексов. Уже было сказано ранее и доказано, что глава 3, да и так понятно, глава 3, где как раз рассматриваются вот эти комплексы портовые, она не имеет отношения к теме диссертации. В ней нет ничего, в главе 3 нет ничего о минеральном сырьевом комплексе, ни слова, кстати говоря. Только о портовых вот этих вот комплексах. Так, а что было огород-то, где родители спрашиваются? Это может быть тема другой диссертации, может быть отдельной диссертации, но точно не этой. Ну, и наконец, по поводу комплексов. Ну, вот опять же, складывается впечатление у кого-то, у читателя диссертации, что вот Путин додумался до этих самых транспортно-технологических портовых комплексов, что это его идея была. Может быть, может быть, в этом идея заключалась какая-то, но это известная вещь. В 95-м году, в 97-м году правительство Ленинградской области издало документ о программе развития этих вот торгово-промышленных комплексов. Это есть, значит, в общем, в ссылках, ну, в описании, в описании этого видео есть ссылка на программу развития торгово-промышленных, торгово-технологических комплексов, программа, разработанная в 97-м году, правительство Ленинградской области. Где этот термин фигурирует? Технологический, транспототехнологический портовый комплекс. Это год защиты. Там же разбирается вопрос вот о том, как раз, что надо бы создавать комплексы, надо бы их развивать, обосновываться. Но это гораздо более серьезный документ. Там, между прочим, есть расчет экономический. Там все посчитано аккуратно, там как-то вот приводятся некие экономические прогнозы и так дальше. То есть, гораздо более серьезный документ, чем от глава 3. Да, и, кстати, и там нет такой формулы, вот, как он там говорит, предприятие, порт, судно, потребитель. Там это не обсуждается. Там нет привязки предприятия к порту. То есть, эта идея, помимо всего прочего, она еще и довольно спорная. Потому что, ну, как бы, в государственной программе развития портовых комплексов именно комплексы рассматриваются как именно порт. То есть, сам порт и система услуг. То есть, под технологией понимаются услуги. Погрузка, разгрузка там и так дальше. То есть, порт как единое хозяйство, которое обеспечивает весь цикл, так сказать, эксплуатации порта. Вот и все. А что там нужно к этому как-то приматывать предприятия, производители продукции, да еще и потребители каким-то образом, и все это рассматривать как некий единый комплекс, в программе этого нет. Поэтому, тут, конечно, некая такая, некая идея весьма сомнительная, весьма спорная, но в любом случае не имеющая прямого отношения к диссертации. Идея сама по себе не новая, вот этих транспортно-технических портовых комплексов, совершенно не новая, существовавшая на тот момент, обсуждавшаяся в правительстве. Ну и опять же, очевидным образом, скопированная, то есть, совершенно ясно, что в главе 3 нет ничего написанного самим Владимиром Владимировичем. Ну, хотя бы потому, что нет ссылок, опять же, нет ссылок на публикации, где бы об этом шла речь. Ни в одной из докладов на симпозиумах, там, о портах, там ничего не сказано. Там что угодно, но только не про порты. Поэтому, откуда оно взялось, ну вот, перекочевало с какой-то правительственной программой, так сказать, кусочками диссертации. Ну, собственно, и все. Да, и вот, наконец, последнее, о публикации. Да, я об этом уже говорил, еще раз. Вот в том разделе, где идет речь о результатах основных и так дальше, есть такой пунктик, публикации диссертации, по теме диссертации. И вот тут и сказано, вот, по теме диссертации опубликовано 4 статьи в сборниках научных трудов, тезисов, докладов, общим объемом 6,2 печатных листа. Я об этом уже говорил, что это ложь. Это не менее 100 страниц печатных, ну, статейных каких-то документов, статей. Ничего этого нет. Всего есть там 3 тезиса, там 3 доклада на конференциях, 1 актовая лекция. Что за сборники научных трудов? Их нет. То есть, это ложь. То есть, это просто вранье. И покажите, пожалуйста, страницу 26. Последний, как бы, последний слайд. Уважаемые зрители, я сожалею, что так много отнял у вас времени, но надеюсь, это не было совсем скучно. И, во всяком случае, нельзя было более коротко дать хотя бы сколько-нибудь обоснованный эффективный обзор диссертации. Поэтому прошу меня простить за вынужденное занудство, но, по крайней мере, я не упустил ничего из виду, надеюсь. Ничего важного. Итак, последний наш слайд. Оценка диссертации. Там же, в заключении диссертации сказано, это заключение раздела. Вот такая фраза интересная. Прямо с этого начинается заключение. Учитывая сложность и недостаточную теоретическую и методологическую разработанность проблем статистического планирования, воспроизводство минеральной сырьевой базы в условиях перехода к иночным отношениям. А основное внимание в диссертации уделено принципам и механизму формирования системы статистического планирования. Вот такая безобидная вроде бы фраза. Откуда она взялась, я не знаю. Ну, просто, как бы сказать, ну, чувствовал тот, кто ее писал на самом деле. Он чувствовал, конечно, что, как бы, по поводу минеральной сырьевой базы что-то слабовато. Нет вообще ничего по существу о воспроизводстве этой базы. И как вот такое, знаете, оговорочку сделал, что, мол, а что он пишет? Что проблема планирования воспроизводства минеральной сырьевой базы недостаточно разработана теоретически и методологически. Она не разработана. И поэтому основное внимание уделяется статистическому планированию. Вообще так. Просто статистическому планированию как таковому. То есть, фактически, автор диссертации, если, конечно, формально это автор же, как бы писал якобы, автор диссертации расписался в том, что он не смог эту тему раскрыть, что он не сделал ничего на самом деле. Об этом и речь. Я это и пытался доказать, что по поводу воспроизводства минеральной сырьевой базы диссертации нет на самом деле ничего, кроме самых общих слов. Ну, вот и сама автор это признает фактически. Он говорит, что она теоретически и методологически не разработанная. Ну, тогда зачем было писать диссертацию? Если он взялся писать диссертацию именно о воспроизводстве минеральной сырьевой базы и планировании, так надо было эту тему, если она не разработана, ну, прекрасно, нужно было дать ей первый толчок, нужно было что-то сделать, чтобы она начала разрабатываться, наконец. Но вместо этого автор уходит в какие-то общие рассуждения о статистическом планировании. То есть, в болтом у него, просто в наукообразную. Это, знаете ли, проще всего заниматься наукой – это философствовать. То есть, если человек не может получить конкретного результата, а почему он не может? А потому что на это нужно годы жизни потратить. Потому что диссертация – это не просто так, это не статья в газете. Это труд, это нужно посвятить этому часть своей жизни, может быть, молодость свою посвятить. Решить себя многих удовольствий, решить себя денег, решить себя возможности зарабатывать деньги. Потому что научный труд на таком начальном этапе, он же ведь очень плохо оплачивается, либо вообще не оплачивается. Извините, Владимиру Путину никогда заморачиваться с такой ерундой у него. Да, да. Россия – это вообще не оплачивается. Ну и в любом случае, как бы, диссертация должна быть и выстрадана. Это не просто так. Даже кандидатская диссертация. Не надо думать, что это что-то такое простое, совсем как написать дипломную работу еще одну. Вовсе нет. Но я не буду пока в эту тему углубляться. Но я просто, именно пафос моего зрения заключается в том, что нельзя сесть и написать диссертацию быстренько просто потому, что захотелось приобрести там диплом кандидата наук или доктора. Нужно все отложить и этим заниматься. И много заниматься, и долго заниматься. И еще не факт, что получится. Потому что может не хватить образования, может не хватить предшествующего развития. Например, если человек, так сказать, никогда не занимался математикой, а в 20-30 лет решил написать диссертацию по математике, он уже никогда ее не напишет. К примеру. Просто потому, что он в свое время не приобрел достаточно знаний, и мозг его не специализировался в этом направлении. Но считается почему-то, что по экономике можно, по юриспруденции можно, по политологии может каждый. Абсолютно каждый, стоит только захотеть. Вот мы видим пример такой профанации в этой диссертации. Ярчайший пример на самом деле. Полной профанации науки. Ну и, собственно, ну вот и все. Да, и то самое стратегическое планирование, которым она посвящена, на самом деле, то есть автор признается в том, что в сущности эта ситуация посвящена стратегическому планированию. А это та самая глава 2. Это пункты 2.1-2.4. Вот эти общие фразы, общие слова. Но это было все списано из книги Кинга и Криллана, американских авторов, как обнаружили в 2006 году. Данченко и Гэди. Так что, на самом деле, даже из действия ничего нет. Ну и последняя фраза в самой диссертации сказана. Диссертация представляет собой законченную научно-стеревистскую работу, в которой существовало решение научной проблемы, имеющей важное народно-хозяйственное значение. Ну да, любая диссертация должна иметь либо теоретически важный результат, либо практически важный, то есть имеющий народно-хозяйственное значение. Это ко всем диссертациям относится. Но, как мы видим, там ничего там решено не было, на самом деле, об этой диссертации. Но тут другое интересно. Такая оценка, ее не должен автор давать в своей диссертации. Вообще-то, эти оценки дает диссертационный совет. То есть автор сам себе поставил оценку, да, уже заранее. Это глупо, так не делается на самом деле. Это фраза из требований к диссертациям, из документа в акт нормативного, где утверждается, где перечисляется требование к диссертациям, какие он должен удовлетворять, чтобы быть признанной, так сказать, соответствующей той или иной ученой степени. Значит, просто скопировали, ставили. Ну, о чем это говорит? Что, конечно, диссертацию писал не сам автор, то есть делали на заказ, делали по-быстрому, лишь бы отвязаться. Писал человек не очень квалифицированный, на самом деле. Какого-нибудь асперанта посадили, скорее всего, там, как копипастик, так сказать. Ну, что даже такая глупость, так сказать, туда вкралась, ну, как просто личное подтверждение крайне низкого уровня этой работы. Таким образом, заканчивая обзор работы, я хочу подытожить. Значит, на мой взгляд, вот, на мой взгляд, я готов это обосновывать, доказывать. Надеюсь, это сделал, по крайней мере, частично. Значит, диссертация Путина Владимира Владимировича, значит, первое, не содержит ни одного нового результата, ни научного, ни народно-хозяйственного. Значит, второе, не содержит результатов, полученных лично Владимира Владимировича. То есть, полностью состоит из плагиата, не только из книги американских авторов, о которой шла речь, но и из других источников, из чужих инвестиционных проектов, из нормативных документов, там, правительство Ленинградской области и так дальше. И далее, не соответствует правилам, диссертациям, чисто формальным правилам, таким как опубликованность основных результатов, является халтурной, совершенно крайне низкокачественной подделкой, фальшивкой. И поэтому она ни в коей мере не должна была быть недопущена к защите, не признана соответствующей требованием, определяемой диссертациям. И, следовательно, ученая степень Владимира Владимировича по экономическим наукам – это липа, это фальшивка. Я, ну вот если позволит Василий, я бы хотел так еще добавить к этому, но уже не про диссертацию Владимира Владимировича, а некий интересный пример привести. Вот недавно имел место скандал в Германии по поводу, опять же, диссертаций. Вот разница в том, как вообще к этому относятся там и у нас сейчас, к таким вещам. Это крайне болезненный вопрос на самом деле. Кто-то может сказать, ну подумаешь, диссертация, ну и что? Ну давайте посмотрим, вот как на это реагируют в других странах. Вот Германия, есть такой, был такой у них министр обороны, Карл Теодор Гутенберг. Вот, я боюсь соврать, по-моему это произошло в восемнадцатом году, или в семнадцатом. Вот, прошу прощения, себя путаю, но это недавно совсем событие, я вот чуть-чуть позабыл год. Итак, это преуспевающий политик, достаточно молодой человек, председатель партии ХСС в Германии, член аристократического рода, между прочим, немецкого, женатый. Вы представьте себе на очень красивые женщины из рода Бисмарков. Вот такая у него женушка была, фон Бисмарк. То есть человек с великолепной карьерой, с великолепной жизнью. Последнее место работы министр обороны в правительстве Меркель. Это буквально год или два назад было. Он защитил диссертацию по политологии в университете Байрата, есть такой городочек Байрат. И обнаружил, один из профессоров, обнаружил, что у него есть заимствование из двух статей газетных. Диссертация размером 475 страниц, вот этого самого Карла Теодора Гутенберга. 475 страниц, представьте себе труд. Там 1200 ссылок на источники. То есть ситуация монументальная, чисто по размеру это очень много, я хочу сказать, чрезвычайно много. И тем не менее, какой-то дотошный профессор откопал там выдержки из двух газетных статей. Газетных, я подчеркиваю, статей, на которых не указаны авторы. Которые просто в тексте упоминаются, цитируются, но без указания авторства. Так вот, одного этого хватило, чтобы возник скандал, моментально. Тут же был поднят вопрос о лишении его ученой степени. PHD у него тоже, кстати говоря. Я могу ошибиться, может быть, Германия не PHD называется, но в общем вот такая степень, аналог PHD. Вроде бы она и есть. Ну, не суть, важно. Кандидат науку, в общем, такой же. Значит, две недели буквально прошло, и он отозвал свою диссертацию. То есть мгновенная была реакция. Поднялся вопрос о поленности этой диссертации. Просто плагиат. Много, мало, неважно. Из какой-то там газеты несчастной, казалось бы. Но это чужие слова, он их ставил в свой текст и не указал, что они чужие. Вот все, этого хватило, чтобы раздули скандал. Ты что, обоснованный скандал? Это совершенно правильный скандал. Иначе и быть не должно. Он через две недели отозвал свою диссертацию. Сам отозвал, не дожидаясь. И через некоторое время его лишили все-таки ученой степени. Вот этот ученый совет Байрата университета собрался. Такого важного человека, заметьте, еще на правительство. Из прекрасной семьи, так сказать, уважаемого человека в обществе. И тем не менее, он пошел на это, ради того, чтобы соблюсти принципы научной чистоты, научной, так сказать, добросовестности и репутацию университета. Чтобы сохранить репутацию, прежде всего, самого университета. Он лишил его ученой степени. Этот человек в итоге был уволен с поста министра обороны. Он сейчас выехал в Соединенные Штаты, живет там. Ну, в принципе, с ним все нормально. Он, в общем-то, где-то там устроился, консультант там в какой-то фирме работает, так сказать. Но, тем не менее, вот вам, пожалуйста, пример карьеры. То есть, прекрасная, блестящая карьера, которая рухнула в одночасье из-за плагиата, который по меркам нашим, по-российским, он просто был смехотворен на самом деле. Но, тем не менее, вот, пожалуйста, а что мы имеем здесь? Вот, пожалуйста, то есть, мы имеем диссертацию... Да, как говорит, как любит повторять Леонид Радзиховский, два мира, два шапира. Совершенно верно, совершенно верно. А иначе и быть не может. Иначе и быть не может. Последствия этого крайне драматичные. На самом деле, кто-то опять же может подумать, вот, ну и что? Ну, вот и что? Ну, вот, да, допустим, он сплагиатил. Да, он обманул. Да, это нечестная работа. Ну, и что такого? Это же не мешает ему быть президентом. А многие считают успешным президентом, поднявшим с колен и все прочее. Пятое-десятое. Но как, извините, как человек заведомо бесчестный? То есть, человек, который совершил мошенничество. Это мошенничество. Это научное мошенничество. Если он мошенник в чем-то в одном, как он может быть честным, порядочным в другом? То есть, это вопрос о доверии человеку прежде всего. Я уж не буду говорить о том, как он мошенничает во всем остальном. Ну, вот вам, пожалуйста, зримый пример. И когда это глава государства, да еще ядерные державы, это же совершенно невозможное сочетание. Глава государства и мошенник, да? Это первое. Второе. Даже если опуститься на уровень самой науки, это имело крайне драматические последствия для российской науки. То есть, тот факт, что наш президент, в сущности, является фальшивым кандидатом, я об этом уже говорил в одной из программ предыдущих, просто вот кратенько повторю, это имело самые драматические последствия. То есть, ужасающее положение российской науки сегодня, вот это униженное положение, полностью униженное, оскорбленное положение российских ученых, от которых просто вытирают ноги пыль, эффективные менеджеры Путина, вытирают пыль об этих самых кандидатов наук. Это прямое следствие, вот в том числе и этой истории. То есть, того, как наши начальники, наши высшие должностные лица начали покупать себе диссертации, ведь началось с них. Началось с них. С начальников, с крупных бизнесменов, которые себе... А закончилось Путиным, Кадыровым и Алексеем Кириллом. Это да. Нет, и тотальным разложением системы присуждения ученых степеней в России. Сегодня система ученых степеней полностью разложилась. То есть, почти все диссертации, которые защищаются, это липа, так или иначе. В подавляющей большинстве, там процентов, я утверждаю, там значительно больше половины диссертаций, защищенных в 21 веке, это фальшивка. Процентов 80, на мой взгляд. Это липа. То есть, вот так. Рыба гниет с головы, что называется. Если можно президенту, почему нельзя всем остальным, так сказать, а почему нельзя вообще всем покупать себе диссертации? Что сейчас и происходит. И стоят они теперь гораздо дешевле. Если там в те времена, в конце 90-х, там это стоило порядка 30-50 тысяч долларов, цена диссертации, то сейчас вы найдете в интернете без труда предложение написать диссертацию за 15 тысяч рублей, за 10 тысяч рублей вы найдете желающего вам ее написать. То есть, вот до чего мы докатились, так сказать. До чего мы дожили. До деградации науки в России, до полной. Так что в этом... Простите. Да, Дмитрий Борисович, я хотел бы в завершение у вас спросить, а как вы считаете, вот такие ваши расследования, безусловно, они очень цены, и мы будем ждать новых, новых от вас интересных материалов, но насколько они влияют на умы россиян? Ведь не секрет, что этот ваш репортаж посмотрит некоторое количество людей. Как вы думаете, не противно ли вообще гражданам Российской Федерации жить под управлением плагиатора, что в сущности и повторяет его характеристику вор? Путин вор не только в финансовом плане, но и в научном, как вы это сейчас только что успешно доказали. Как вы думаете, вот такие расследования, как ваши, они хотя бы на капельку отрезвляют российское население? И не тошно ли российскому населению жить под управлением таких воров, в том числе интеллектуальных? Какой сложный вопрос. Вы знаете, я честно говоря слабо верю, что это поспособствует отрезвлению, потому что население настолько зомбированное, настолько оно дурачено, настолько оно находится в плену этих иллюзий, связанных с Путиным и путинизмом, что я боюсь, что влияние, конечно, на массовое сознание этот материал не окажет никакого. Но и тоже касается вопроса, не тошно ли населению. Ему пока еще не тошно жить под руководством мошенника, фактически. Ему не тошно. Оно все еще цепляется за иллюзию, что Путин это как бы человек, который обеспечивает нашу там суверенитет, значит, гордость России, независимость от Запада, значит, способность врезать там по Вашингтону, так сказать, если это будет необходимо. То есть, вот вся эта муть милитаристская, патриотическая, она по-прежнему владеет умами наших граждан. И они сумеют избавиться от этих иллюзий, только когда почувствуют на своей, так сказать, на своей жизни, на своем холодильнике почувствуют последствия путинизма. На своей шкуре, я бы сказал, да. Да, на своей шкуре уже начали чувствовать. На самом деле это уже чувствуется, но как бы еще не совсем, еще инерция сильна вот этой, не все еще прочувствовали. Еще многие, так сказать, живут относительно хорошо, а многие, даже вот у людей украли пенсии, ну а многие ли успели это почувствовать? Пока еще нет. Это только те, кто, ну вот буквально, кому через год там на пенсию. И то еще, они пока еще не на пенсии, это где-то потом, где-то как-то там, видно будет, грубо говоря. А вот когда придет пенсия, там через год кому-то, он останется без работы, его выкинут с работы, потому что он никому не нужен, его и так терпели до пенсии. Ему уже давно нашли замену. И кого-то примут там, какую-то мальчика или девочку, так сказать, чтобы занять его место, потому что им тоже нужно есть хлеб с маслом, чем-то детям подрастающим. А ты иди куда, да куда хочешь, в охранники иди там, еще пять лет посиди, а потом получишь пенсию. И он будет мыкаться, как вот непрекаянный. Вот тогда он поймет, что такое путинизм. А пока да, пока, к сожалению, еще население наших крайне далеко от понимания этой реальности. Поэтому иллюзий у меня нет. Но я, понимаете, я старался для людей, в общем-то думающих, для тех немногих, кто способен все-таки оценить эти доводы, кто не является убежденным поклонником Путина, но не все же в России, в конце концов, Путина поклонники. Далеко не все. Есть немало людей, которые к нему относятся весьма отрицательно, а есть такие, кто колеблется, кто видит многое плохое, но еще пока не определился, как бы сомневается. Вот эти люди, конечно, для них это, я думаю, будет и интересно, и полезно. Послушать данный материал. Дмитрий, я искренне благодарю вас за ту огромную работу, которую вы провели, для того, чтобы открыть людям глаза, что на самом деле представляет из себя этот вор и плагиатор, в том числе и получение им ученой степени. И я хочу вас попросить, пожалуйста, дайте свое согласие, если у нас будут какие-то вопросы по научным сферам, если будут какие-то новости технического, военного, научного плана, мы, конечно же, к вам обратимся за консультацией, сделаем новую передачу. И еще раз большое вам спасибо. Да, конечно, я не против, если вы меня пригласите, я не откажусь, что-то произойдет. Ждем также и по вашей инициативе новых каких-то вещей, которые вам покажутся важными и интересными, и наш канал всегда с радостью предоставит вам место для донесения вашей точки зрения. Спасибо вам большое, всего доброго. Спасибо, уважаемый Василий, спасибо за ваше приглашение, я рад возможности сделать этот доклад, это, по сути, получилось что-то вроде лекции. Спасибо тем, кто ее слушал, кому хватило терпения дослушать до конца. Можно слушать ее выборочно, в конце концов, в любом случае, пересматривать отдельные моменты. Она получилась длинной, мы ее разобьем на две части, я думаю, и сделаем, может быть, даже в два дня два выхода. Спасибо еще раз. На ваше усмотрение, спасибо всем, кто смотрел. Всем всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!